Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко в среду объявил, что его ведомство повторно рассмотрит вопрос о ликвидации пророссийской партии ШОР, которая стоит за последними антиправительственными протестами и против которой США ввели санкции. Об этом сообщает Ньюзмейкер. «Я раньше говорил, что политическую партию можно ликвидировать, когда есть решение суда, подтверждающие, что ее незаконно финансировали. Вот после сегодняшнего решения можем дополнительно обсудить эту идею», — сказал Литвиненко на брифинге. Он имел в виду решение Министерства финансов США ввести санкции против партии ШОР, а также ее лидера Илона ШОРа, который сейчас находится за границей, скрываясь от следствия по так называемому делу миллиарда. Также в санкционном списке оказался бывший глава демократической партии Молдовы олигарх Влад Плохотнюк, который также сбежал от молдавского правосудия за границу. В свою очередь, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отметила, что решение о ликвидации ШОР должен принять парламент, принимая во внимание конституцию страны. По ее словам, введение санкций против Плохотнюка и ШОРа открывает путь, по которому коррумпированные олигархи попадут в суд, а их имущество конфискуют. «У воров, которые воровали из карманов граждан, нет шансов избежать правосудия, даже если это будет продолжаться. У них нет шансов дестабилизировать ситуацию в стране», — добавила глава молдавского правительства. В течение последнего месяца пророссийская молдавская партия ШОР регулярно устраивает протесты в Кишиневе, требуя отставки действующего руководства страны, досрочных выборов и соглашения с РФ о снижении цены на газ. На последние акции в воскресенье протестующие даже приняли декларацию о создании в Молдове народного правительства, народного трибунала и народного счета. Включение олигарха Влада Плохотнюка и Илона ШОРа в список санкций, применяемых Соединенными Штатами Америки, открывает путь к окончательному осуждению этих двоих и конфискации их активов. Такова реакция премьер-министра Натальи Гаврилица после того, как посол США в Республике Молдова сообщил, что США применяет санкции к 21 физическому и юридическому лицу из Республики Молдова, которые совершили акты коррупции и действовали в интересах Российской Федерации, передает IPN. Санкции, примененные Соединенными Штатами Америки в отношении 21 физического и юридического лица из Республики Молдова, предусматривают блокировку счетов, запрещение операции и запрет доступа на территорию США. Премьер-министр Наталья Гаврилица говорит, что это первый шаг к осуждению олигархов, причастных к хищению миллиарда и тех, кто виновен в государственной измене, действуя в пользу РФ. Для граждан Республики Молдова восторжествовала справедливость. Объявлен список из 21 лица и организаций, совершивших акты коррупции и вмешательства в выборы, которые нанесли серьезный ущерб Республике Молдова. Это открывает путь для коррумпированных олигархов оказаться в суде, чтобы их активы были конфискованы и возвращены пострадавшим гражданам. В списке значится Влад Плохотнюк и Иллен Шор. Первый несет ответственность за коррупцию в особо крупных размерах. Второй – соучастник действий по подрыву правового государства и интересах РФ, заявила Наталья Гаврилица. Закон Магнитского – это глобально применимый документ, по которому налагаются санкции на должностных лиц, серьезно нарушивших права человека, замораживая их активы, запрещая им въезд в США и не только. В санкционный список внесен ряд персонажей, которые пытались фальсифицировать муниципальные, президентские, парламентские выборы, в том числе некоторые инициативные группы по формированию якобы проевропейских партий, но которые финансировались спецслужбами России. Решение правительства США является признанием того факта, что Плохотнюк и Шор объявлены преступниками международного масштаба, сказал Серджио Литвиненко. В пресс-релизе посольства США отмечается, что Россия пыталась продвигать свои интересы через предоставление незаконного финансирования, в том числе через средства, предназначенные для подкупа и фальсификации выборов для поддержки прокремлевской политической деятельности в Республике Молдова. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газеты всегда с вами, до встречи.